9 лет соревнований, тренировок, сборов и все равно каждый старт – это волнение. В этот раз воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва Яна Сабитова ставила цель минимум улучшить свой результат прошлого года, максимум победить. Внимание! На старт! Марш! Женщинам дали старт через несколько минут после мужчин. Спортсменки бежали 5 километров. Это один круг. На финиш Яна пришла четвертой. Результатом осталась довольна. Ощущения прекрасные. Прекрасная атмосфера. Вообще с погодой очень повезло на тот момент, когда мы бежали. То есть не было такого снегопада, который идет сейчас. У мужчин нагрузка была в три раза больше – 15 километров. Трасса сложная. Только на одном круге спортсменам предстояло преодолеть 8 подъемов и 8 спусков. Не обошлось и без досадных падений. Что ж, так как приткновение какой-то мостик сегодня. В этом году традиционные соревнования «Лыжня России» объединили состязаниями в рамках мемориала имени Музрукова. 42-й турнир посвятили 75-летию образования ядерного центра и юбилею первого завода. От печи цеха 21-18 сегодня был зажжен факел для того, чтобы зажечь огонь мемориала по нашей доброй традиции, которая проходит ежегодно, несмотря ни на какие катаклизмы погоды. Единственное, что обидно, это нет ведущих команд городов-спортсменов «Росатома», которые все-таки в эти ограничения у нас не смогли приехать. В условиях ограничений состязания провели в новом формате. Ученики приняли участие в «Лыжне России» накануне, пробежав дистанции на школьных стадионах. На лыжной базе соревновались только сотрудники ядерного центра и воспитанники школы Олимпийского резерва. На старт вышло 70 ведущих спортсменов на трассе повышенной сложности. Из них 50 ориентировочно мужчин и 20 женщин. Итоги соревнований подводили по возрастным категориям. Поэтому четвертое место в общем зачете стало для Яны Сабитовой золотой медалью в своей группе. Награды победителей призеры забирали сами. В условиях пандемии награждение провели бесконтактным способом. А сразу после дали старт желающим сдать нормы ГТО. Мужчинам предстояло пробежать 5 километров, женщинам 3. Заявки на сдачу нормативов подали 300 саровчан.